Лужи Водоканал, водосток, в нашу управляющую организацию, управление жилищного хозяйства. Отписки получаем, то что либо документов не хватает, либо мы собрания не собрали, значит нужно какие-то постоянно нюансы возникают. Вода, как известно, камень точит. Вот и взяла прицел на этот дом. Он стоит будто на семи морях. От времени года положение дел не зависит. И таяние снега, и майские грозы, и летние ливни. Все ручьи стекают в подвал и двор. От этого в подъездах сырость, в квартирах запах. Жильцы в письмах во все инстанции закружились как в круговороте. Потопляют соседние подземные гаражи. Даже в какой-то момент с водолазами вытаскивали машины. Но в общем эту систему надо как-то ремонтировать, восстанавливать. Представители управляющей компании уверяют, все дело в рельефе участка и проблемах с ливневкой. А еще ручьи бегут из поселка Родники. И недостроенный торговый комплекс влияет. С подтоплением борются. Но пока безрезультатно. Жильцы не спорят. Разговор с главным инженером плавно перетек в подвал. Который открыт для так называемого продуха. Сушат его после очередных осадков. Ведь уровень воды достигает и 30 сантиметров. Об этом напоминают следы на стенах. Вот у нас здесь есть приямочки. В них вот таким образом установлены насосы. И когда большое выпадение осадков, либо вода поступает с дороги, не успевает уйти, соответственно, она снизу его начинает топить. Приходят наши слесаря, работники, ежедневный осмотр пытаются ее, соответственно, откачать. После обсуждения этой ситуации разговор переходит в другое русло. Дому более 20 лет. Капитального ремонта не было. Только косметика. Лифты не менялись. Из подвала во время съемок спешно выносят имущество и складируют в контейнер. А вот сзади дома, кроме огромной лужи, завал. Неприглядный вид из окон давно привычен для жильцов. Грозы пока отгремели. Но вода стоит. Так же, как и вопрос, что делать. Василиса Ивашкина, Станислав Трифонов. Телекомпания Одинцова. Одинцова. Продолжение следует...